Басни Кремля. Путин и его соратники могут уже выпустить целую книгу сказок, которые они рассказывают своему народу. И одна из таких будет под названием «Полезные санкции». С начала полномасштабного вторжения России в Украину на страну-агрессорку наложено более 10 тысяч санкций. Это безоговорочный рекорд на мировой арене. И в мире, и внутри страны я считаю, что это пойдет только на пользу. Президенты правительства России уже больше года убеждают свой народ, что санкции не действуют на экономику страны и на жизнь россиян. Но это очередная ложь. Одно из очевидных последствий – падение рубля аж на 20%. Доллар стоит уже почти 100 рублей, а евро – около 105. И это уже на себе чувствуют граждане Российской Федерации. Стали беднее? Да. А сколько? Процентов на 50. Экономисты считают, что быстрое обесценивание российской национальной валюты спровоцирует повышение цен в течение следующих 3-6 месяцев. А инфляция достигнет двузначных показателей к концу года. И это огромная проблема, так как 40% потребительской корзины среднестатистического россиянина составляют импортные товары, которые уже подорожали. Два недавних опроса агентства «РАМИР» показали, что население Российской Федерации начало экономить. В июле 19% респондентов снизили затраты на базовые товары – зубную пасту, стиральный порошок и еду. То есть не только там, допустим, на продуктах, на одежде, на какой-то технике, на недвижимости и так далее, но на учебе это тоже очень сильно отражается. На то, что рубль потерял более трети своей стоимости с ноября прошлого года, повлиял ценовой потолок на продажу российской нефти. Несмотря на теневой флот, через который трейдеры обходят ограничения, санкции все равно имеют влияние. Доходы России от экспорта энергоресурсов упали на 47% в первой половине 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 года. Так как нефтедоллары являются основой государственного бюджета Российской Федерации, это сильнейшее потрясение для экономики страны. Эти санкционные ограничения смогли существенно ограничить возможность российской экономики быстро восстанавливаться. Резкое падение курса, высокую инфляцию. Вот именно это является следствием санкционных ограничений. Еще один фактор, из-за которого рубль падает, а цены растут, это путинский параллельный импорт. Благодаря серым поставкам товаров через Турцию, Китай, Армению, Казахстан и другие близкие к Российской Федерации государством, закупки иностранной продукции вернулись к довоенному уровню. Но идея обходить санкции лишь оказала дополнительное давление на национальную валюту России. А все потому, что доллары от продажи энергоресурсов больше не льются рекой в экономику страны, а лишь вымываются при расчете за иностранные товары. Еще одна проблема для экономики России – нехватка рабочей силы. После объявления мобилизации часть населения воюет против Украины, а некоторые убежали за границу. В июле 42% русских компаний жаловались на недостаточное количество работников. Дошло до того, что Путин снял запрет на найм на работу детей с 14 лет. Военная машина Кремля требует все больше денег на войну против Украины, что отражается на экономике страны. Согласно информации Reuters, правительство Российской Федерации вдвое увеличило расходы на оборонку в 2023-м до более чем 100 миллиардов долларов. Санкции действительно топят Россию. Впрочем, не так быстро, как бы этого хотелось. Москва все еще может продолжать убивать украинцев. Чтобы полностью их лишить этой возможности, нужно еще больше давить на экономику страны-агрессора. Один из вариантов – снизить ценовой потолок на нефть вдвое до 30 долларов за баррель. Помимо этого, странам Запада уже пора ввести санкции против российского атомного блока добытчиков редких металлов и алмазов. Целые сферы российской экономики, которые никоим образом не затронуты санкционными ограничениями, которые продолжают приносить в Россию валюту, нужную им для ведения войны. Речь идет о Росатоме, речь идет о Болроса, торговле алмазами, торговле редкоземельными металлами, титаном. Только комплексный подход ко всем сферам бизнеса, приносящим бюджету Российской Федерации деньги, может разрушить российскую экономику, а затем прекратить преступную войну против Украины, в которой ежедневно погибают ни в чем невинные люди.